Доброе утро, друзья! Котик обулся, оделся, пошел в школу, доедает бутерброд. Пойдем, выходим. Давай, закрывай. Катя все никак не доест свой бутерброд. Она просто сытая, она с утра ест свою кашу, и бутерброд уже так просит, но сейчас вот эту половину мне отдаст. Доешь? Давай. Еле встала сегодня, просто еле-еле. Уснула поздно. Никак не засыпала. Еле-еле подняли. Народ уже ждет. Ну, конечно. Что мы сейчас ждем, маму? Жорик, Жорик. Ой, Жорик. Ой, Жорик, Жорик, Жорик. Мы тут у Лёвика в комнате. Жорик, 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 Жорик. Кайфушник такой, кайфушник страшный. Да гладьте меня, чешите меня. Да, Жорик? Жорик. Жорик, Жорик, Жорик. Ты же спишь у нас в это время? Ты откуда выпалз? М? Ты откуда выпалз? М, Жора? Не Жорик, не Жорик, не Жорик, и Жирик, и Жирик ты наш. Так, друзья, мы тут... О, что-то машина тут стоит. А что-то машину поставил. Устанавливаем тут, чтобы Лаврика играл. А, ты просто протираешь? Ого, сколько пыли. А есть же какая-нибудь там... Вот эти салфетки, вот, не вот эти вот, а которые в банке мокрые. Принести? Давай принесу нормальный, который ты перезащил из машины. Тут надо кисточку такую аккуратненькую. Не, нормальные, те салфетки мокрыми, нормально все соберешь. Что-то это сухой. В общем, устанавливаем тут, чтобы Лаврик тоже играл. Откройте окна, вот отсюда и пыль. Окна, мы уже давно не открываем окна, ты что? Мы пытались установить... Лаврик сидит там какую-то игру, смотрит прохождение игры. Я хочу вот эту игру. Я хочу привет, монашку, привет, сосед. Да, в общем, устанавливали старую PlayStation, вот она стоит, на вот этот телевизор. Старая. Это вообще мы из Москвы ее приперли. Она еще с... Какая-то розетка, переходник еще российская. Она теперь не работает. Потому что Россию отключили. И она поэтому не работает? Поэтому она, а магазины недоступны больше. Нам нужно как-то связаться с поддержкой. Нет, и снести, и переставить новый аккаунт, видимо. То есть PlayStation не работает, потому что она из России привезена? Потому что аккаунт еще сохранен мой давно, российский. А российский аккаунт отключен от возможностей магазинов, покупки и так далее. Хотя у меня там стоит указанная география США. В общем, не дает ничего установить. Видимо, он воспринимает ее как это, и поэтому... Да, в общем, вот это все. Короче, Sony тоже санкции. То есть я не знаю, наверное, как это делается, но я пока не знаю, как это делается. Да, друзья, может быть, знаете как? Может быть, кто-то сталкивался. Это здесь куплено. Тут как бы дело в том, что это аккаунт, который пока... Ну, пока не разобрались. В общем, пока не знаем, что делать. В общем, устанавливаем здесь. Лаврик, не ломай люстру. Ой, пожалуйста. Слушай, эту люстру бы заменить, конечно. Я не помню даже, откуда она у нас взялась вообще в таком состоянии. Купили еще в Палм-Карбере, да? Я не помню даже. Ну, просто толкаем ее с собой уже. Она никакая вообще. Но светит, надо сказать, классно. Лавр, не надо, сейчас сломаешь совсем. Я пытаюсь ее сделать. Как что? Нам надо до чего-то было доколупаться. Мы доколупались. Мы все пришли сюда. А где наш Мейсон? Ну, конечно, вот ты где. Ну, конечно, ты здесь, Масенька. Масенька, ты на своем месте лежишь. Спишь тут. Весь день тут сейчас будет спать. А, Мася? Все, 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 потревожи. А как ты залез? У тебя лестница не стояла. Масенька, как ты запрыгнул. Он по лестнице у нас взбирается и спускается. Она вот тут вот стояла. Бедная кровать, господи, что с ней только не происходило. Капец, чего только не было приклеено к ней. Жесть, жесть. Я это даже не буду пытаться как-то от этого избавиться, потому что эта кровать, по-моему, только на выброс. Пипец просто. Да, Милочка? Ой, Лавр, пожалуйста, все, оставь его. Пойдем туда. Пойдем к Жорику, он не спит. Пойдем. Ну, сейчас папа установит, будешь играть. Роблокс, привет, сосед. Что там, Майнкрафт. Что там еще в твоем возрасте играют? Леди Баг. Леди Баг. Марио, может, да, какой-нибудь? Что там еще у тебя? Это что? Это, видимо, не подарил. Это ты подарил Леве? Это не я, это Катя. Правда? Может, это Лева просто взял и пошел. Душкины духи, дезодорант и всякая лобода. Друзья, у нас клей. Не знаю пока, я не могу сказать на все 100%, но... Но думаем, что хороший. Он просто более... Пока не знаю. Он просто более густой и более удобный. Это суперклей, которым Вова заклеивал машину. А что ты там приклеил? Нет, это я первый раз заказал через Амазон, хорошие отзывы. Я вот сейчас вон ту старинную заклеил. А что ты там заклеил? Колесо, что ли? Колеса, да. Колеса? Оба колеса. В общем, выдержать не выдержит, расскажем. Но отзывы у клея хорошие. Вот горилла какая-то и тюбики маленькие с суперклеем. Господи, а там еще тоже, что ли, Лауршу понаставил? Вот это что стоит? Красненькая. Это клевый вопрос. Не знаю, тут у Лёва много такого, наверное. Красненькая, он чудо стоит. Пластилиновая. Лаурошу принес? Тоже скажет, что это Катя. Ух ты, это как? Это как, он дует прямо на джойстик? Да. А что это за эффект такой? Ну, потому что здесь можно и говорить, и микрофон, и этот. И он сейчас рисовал, там, да, тачпед вот сюда рисуешь, вот так вот. Он дает. Ну, короче, все дальше, крестик. Крестик. Ну, это же последняя штука, там, в общем, у них куча всяких. Навороченный. Да. Крестик. Экс. Он еще весь тип стандартный. Там все, ну там больше такая, вибрация она. Вибрация это была на старой? Ну, она была и примитивная. Сейчас у тебя правый палец, левый, то есть все полностью. Сейчас, подожди, ну мы сейчас сделаем, сейчас покажешь маленькую. А Лёва же уже играет во все, да? Да, конечно. Зря, что ли, тысячу долларов отдали. За игры? За плейсиш? Моя первая машина стоила дешевле. Так, ну вот он, вот он пока, тачпед видишь, вот так вот. А он все показывает? Пальчиком он показывает, видишь, как сделать надо. Показывай. Морж. Во, 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 вот так, только дольше надо. Заново, начинай только дольше. О, о, точно. А как ты так сделал? Круто. Да ты лучше, чем я разбираешься. О. Ей! Да. Как же это дело? О, еее. Круто. Я босс-то. И он ту еще. Вторую, вторую. О, во, все, ты выиграл. И я, и я, и я, и я. О, круто. Лаврик не хотел, чтобы я его снимала. И я ушла. И мне Вова смс-ку шлет. Лена, зайди тихо и сзади сними. Я захожу, тихонько сзади снимаю, потому что он не хотел, чтобы я его снимала. Еще один геймер растет. А попробуй вот этот, а вот тяни провода, тяни провода, тяни. Вау! Ой, это Вова. О, точно. Как-то догадывал, что его надо убить. Там все Вова. Так, друзья, я тут достаю из запасиков, что я сегодня буду готовить. Я вот не знала, у меня еще осталась порция на мясо. Мясо на суп, который вот с рисом. Любимый Левин суп, он закончился, поэтому я, наверное, сейчас еще приготовлю. Левка его просто обожает. Или не делать сегодня. Я еще хотела сделать с фрикадельками. С фрикадельками. Давайте с фрикадельками, наверное, сегодня сделаем, да? Что, этот суп немножко уже поднадоел. Ну, только не Леве. Лева его готов есть просто на завтрак, на обед и на ужин. Там у меня заготовочки. Так, сделаю немножко плова. Немного. И сделаю, пожалуй, достану... Это перец болгарский порезанный. Так, сделаю плов. И сделаю с фрикадельками, с картошкой. Такое блюдо сделаю. Типа вот этого супа, но без риса. Но с фрикадельками. Так, фрикадельки у меня... Фарш у меня не здесь, не в этом. В холодильнике. Поэтому пойдемте в другой. Так, нам нужно только вот это, наверное. Или, может быть, сделать мясо с картошкой. Нет, сделаем, наверное, уже с овощами. Вот это берем. И достала заготовочку с фаршем. Готовый фарш. Сейчас я это все разморожу. И приготовим с вами. Почему? Ну, это ты сам, давай. Ну, вот же, вот, чего? Не могу. Вы так орете тут? Пап, ребрышки вообще... Вкусные, да? Пап, слышишь? Огонь. Увидел. Ребрышки вкусные, да. Лиз только что пробует просто. А ты какие гаражи эти свиные попробовал? Мне кажется, свиные. Вот они сказали, что они вкуснее. Да, свиные тоже. Свиные вкуснее. Лава, что я игрой играл? Ну да, папа, видишь, установил ему. Я не знаю, что это за игра. А, смотри. Хорошо, ладно. Нет, так со спины. Да он и мне говорит, он не хотел, чтобы я его снимала. Все, все, не буду, не буду играть. Итак, друзья, поскольку времени у меня совсем немного, поэтому я сейчас постараюсь максимально сделать быстро и два блюда одновременно. Я уже достала две сковороды. Это я достала разморозить. Я чуть-чуть их засунула в морозилку. Но мне одну упаковку в морозилку, а другую надо было сразу раз фасовать по пакетикам на супчике. А я что-то забыла и в морозилку закинула. Итак, у меня две сковороды. Одна будет под плов, а другая будет под... Ну, в общем, сделаю овощи, подушечку из овощей, фрикадельки. В общем, я уже такое делала, как-то показывала. В общем, покажу еще раз. Итак, я что достала? Я достала картошка. Вот столько у меня картошки. Две луковицы. Это на два блюда. Две морковки тоже на два блюда. Можно еще, конечно, но я думаю, что хватит. Это перчик, который у меня уже. Но я его вообще не размораживаю. Он, в принципе, сам по себе в замороженном виде отделяется друг от друга. Его не надо размораживать. А вот это вещи я сейчас разморожу, конечно же. Друзья, я уже нарезала лук. Пока еще даже не включила сковородки. Но уже нарезала лук. Сейчас морковку нарежу. Обрыдалась вся просто вся в соплях, в слезах. Я каждый раз рыдаю от лука. Что бы я ни делала, там холодная вода. Это неважно очень. Все равно я всегда рыдаю. У меня уже под водой разморозился фарш. Друзья, часто задаете мне вопрос, почему размораживаю под водой, а не в микроволновке. Я уже просто это объясняла. Но все равно постоянно такие вопросы поступают. Видимо, не слышали, не видели. Я размораживаю под водой, потому что в микроволновке получается оно какое-то вареное. Причем вареное внутри остается замороженное. А вот всякие вот эти вот края уже готовые. Вообще, хоть бери и ешь. Я поэтому не люблю в микроволновке размораживать. Всегда размораживаю под тонкой струйкой такой теплой воды. И вот буквально сколько, не знаю, минуты 4-5. И все готово. У меня же еще, видите, вот такими тонкими в пакетах заморожено. Все вот такими вот тонкими. В общем, вот так запаковано у меня. И оно размораживается очень быстро. Поэтому струйка воды теплая и все там делов-то. И ничего не сварено. Все в нормальном, абсолютно в сыром виде. Так, обжариваем морковь и лук на обеих сковородках. Или сковородах, сковородках. Так, забросила уже сюда курицу. Посыпала специи. Специи здесь. Соль. Немного. Отойди лайка. Что? Лавруш, мешаешь? Немножко вот такой. И пол пакетика. Да, круто. Не пол пакетика, а четверть пакетика от приправы, которые привезли наши ребята из России. Приправа для плова. Я ее уже показывала. Так, сюда уже забросила. Да, уже чуть-чуть он даже пережарила. Забросила сюда перец болгарский. Так, я начистила картошку. Так, я достала чеснок. Здесь у меня совсем остаточки. Открыла новый. Достала томатный соус, какой у меня есть. У меня вот такой. Очень мне он нравится. Вкусный. Брали в костках. По две штуки в упаковке. Надо будет взять еще эта вторая банка. Уже скоро ее прикончим. Картошку нарезала вот так. Довольно крупно. Так, сюда уже сейчас скоро еще немножко обжарится. Засыплю рисом, залью водой уже совсем скоро. Здесь обжаривается уже все. Я вообще два блюда не люблю готовить одновременно, потому что мне обязательно где-нибудь что-нибудь подгорит. Вот как сейчас лук сгорит, переварится, недоварится. В общем, обязательно что-нибудь произойдет. Все почему? Потому что я делаю одновременно несколько дел. Вот как сейчас, например, это съемка, на которую я тоже отвлекаюсь. Плюс у меня еще монтаж. И как всегда, в общем, поэтому два блюда одновременно у меня не получается делать. Потому что кроме как готовки у меня еще одновременно идут какие-то параллельные еще дела. Еще ребенок постоянно отвлекает. Это еще Кати нету, а когда Кати, то это все хана всему. Еще когда Лёва, ой, все хана. Так, дальше. Так, фарш. Сейчас из этого фарша я скручу фрикадельки. Фарш, напомню, у меня абсолютно готовый. Там есть все. Лук, чеснок, специи, все-все-все. Поэтому просто делаю фрикадельки. Пока леплю фрикадельки неровные, неважно, не успеваем. Добавим для красивой красивости. Зеленого цвета. Немного, потому что никто не любит. Ничего, полюбят. Так, что еще сюда добавляем? Что еще добавляем? Добавляем сюда соус и чеснок. И специи. Так, вот столько у меня здесь томатного соуса. Это чеснок. Что нам еще? Ой, секундочку. Ой-ой-ой. Так, засыпаем рисом. Так, засыпали рисом. Заливаем водичкой. Чуть-чуть солим. Ну, чуть-чуть совсем, потому что здесь в специи... А, нет, в специях нет соли. Нет, друзья, соли нет. Поэтому чуть-чуть солим. Накрываем крышкой и забываем. Уже хорошо. Так, отлично. Уже хорошо. Можно спокойно отвлечься. Так, здесь у нас что? Так, у нас здесь чеснок и соус. Специи пока не добавляла. Что добавляем? Что добавляем? Добавим вот эту специю, опять же. И, наверное, вот эту специю добавим. И немножко, где он? Пейпер, который я никак не закончу. Надо прикончить уже эту баночку. И вот это тоже. Что сложнее всего? Молка здесь сломанная. Надо куда-то ее пересыпать, в общем. Так, а что мне еще сюда такого? Можно, конечно, лавровый листик закинуть. Ладно, не надо. Так, вот такая вот овощная подушечка. Но это еще не все. Так, все это немного обжариваем. И мой самый любимый. О, не все проворонило. Мой самый любимый момент. Пошли сумасшедшие просто запахи на всю квартиру. Я думаю, надо попробовать. Вау. Так, друзья, наделала кривых фрикаделек. Далее, на вот эту вот овощную подушечку мы сейчас с вами выложим очередной овощ, картошечку. Можно ее нарезать колечками, этими длинненькими, такими брусочками. Я уже как быстрее было, так и сделала. Потому что очень уж я уже тороплюсь. У меня осталось буквально 25 минут. и мне нужно ехать. Поэтому уже убыстряем, в общем, задачу нашу. Так, немножечко посолить картошечку. Так, дальше. И фрикадельки. Фрикадельки. Просто раскладываем наши фрикадельки в хаотичном порядке. Вот так, друзья, это выглядит. Заливаем водичкой, но это по желанию. Можно много, можно чуть-чуть. Мы сделаем чуть-чуть побольше, потому что моя семья любит, когда бульончика достаточно. Поэтому заливаем. Ой, у меня разваливаются фрикадельки. Так, с краешку льем, с краешку, с краешку. Так, немножечко посолим бульончик. И точно так же накрываем крышечкой. Сейчас чуть-чуть прибавлю. Начнет уже водичка закипать, я убавлю, и пусть оно тут томится. А вообще, вот это вот блюдо можно готовить вместо картошки, можно спагетти туда положить. Причем в бульон прям неотваренное. Я тоже так делала. Вообще бомбезно получается. Вот прям в бульон неотваренное, вот такое сухое, обычное из коробки спагетти. Оно там сварится, потом просто перемешать, и будет очень вкусно. Друзья, попробуйте это, кто не пробовал, это очень вкусно. У меня вся семья кушает. Когда при подаче все это посыпать зеленью, если еще с французским багетиком или хрустящей булочкой. Лаврик тут рапунцель катает. Нет, это не лапунчи. Ой, это русалка катается. Так, ну что, меня уже скоро буду выключать. Лаврик, думали он. Так, друзья, плов у меня уже готов. Все, все, едем. Так, это оставляю на медленном-медленном огне. И нам нужно выезжать. Погода сегодня супер. Ну как супер. В машине с кондиционером супер. А так, конечно, очень жарко. Сейчас каждый день жарко. Небо красивое. Пальмы бедные. Почти при смерти. Ну, сейчас дожди будут часто идти. Они себя живут. Так, я еду уже домой, возвращаюсь. Так, друзья, я уже дома. Лаврик только что поел плов. Я сейчас себе положила. Вова еще не приехал. Я положила себе то, что получилось. Вы знаете, так хорошо томилось на медленном огне. И я люблю, когда картошка, знаете, такая полуразварившая. Ну, она не развалившаяся, но такая хорошо-хорошо такая вот сварившаяся. Сейчас я еще зелень достану. Да, милочка? Я быстренько сейчас пообедаю, потому что у меня Катя скоро. И я уже особо не смогу наслаждаться ничем. У меня там покупушки, кормушки и все на свете. Так, у меня кинза еще не нарезана. В общем, я ее еще не нарезала, поэтому добавляю только лук. Надо нарезать кинзу. А ненарезанную не хочу доставать, париться. Так, друзья, вот такая вот красота получилась. Я пошла кушать. Быстренько сейчас покушаю. Всем приятного аппетита. Ну, кинзы прям вот не хватает. Я себе немножко, я уже рассказывала, у меня, так скажем, диета. Ем меньше. Ем все то же самое, просто меньше по объему. Мне еще не пришли делать посудомойку. Я перед выходом успела помыть, но не успела. Все домыть не успела, в общем. В общем, не пришла сегодня ко мне, не пришел ко мне сервис сегодня. Видимо, мы поздно заявку оставили, поэтому, видимо, придут уже завтра. Так что вот такие дела. Друзья, вкусно, обалденно. Бульончик такой, просто супер. Я уже, как говорила, вместо картошки добавить спагетти и будет лагман обыкновенный. Ну, если еще не фрикадельки. Но мы любим с фрикадельками в том числе. Ну, если мясо, то будет прям лагман-лагман. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok